Всем привет! С вами снова Александр. Сегодня я вам расскажу о кресле, которое появилось в ассортименте магазина Мир Автокресел. Это кресло от компании B-Safe. У модели очень длинное название, я вам его зачту. Это B-Safe Easy Flex Fix Eye Size. Это кресло, насколько я знаю, первое, которое попало под новый стандарт Eye Size. Такой ветеранчик, соответственно. Может быть я ошибаюсь, но насколько я знаю, да, оно действительно первое было. Если нет, поправьте меня в комментариях. Так, и что мне понравилось в этом кресле? В нем использованы все существующие на сегодняшний день технологии, которые улучшают безопасность ребенка в автокресле, в автомобиле при перевозке. Соответственно, сегодня я вам расскажу о всех этих технологиях, что из себя представляет это кресло. Оно вообще с 3 лет до 12 лет. Это категория 2-3. С 15 кг до 36 кг, соответственно. Так, здесь у нас получается, ребенок уже крепится не пятиточечными ремнями, а взрослым автомобильным ремнем. Ремень проходит у нас... Сейчас сразу давайте посмотрим, как он крепится. Ребенок проходит ремень специальным направляющим в подголовнике. Для защиты плечевой зоны ребенка кресло комплектуется специальной накладкой на ремень, которая снижает у нас нагрузки от ремня на плечевую зону. Вот, это на самом деле очень полезная вещь. Так, дальше пристегиваем. Также в кресле есть вот такая вот перемычка, которая у нас фиксирует ремень на паховой зоне, что, соответственно, тоже снижает нагрузку от самого ремня на паховую зону и исключает возможность подныривания ребенка под ремень в паховой зоне. Это очень важный момент. Далеко не все компании используют эту технологию. Бесефи это есть. Это плечевая зона, это паховая зона защищена у нас. Ну, плюс, соответственно, само кресло у нас оберегает ребенка. Дальше. Кресло оборудовано у нас дополнительной системой гашения ударов при боковом ДТП. Вот эта накладочка, она у них называется СИП+. Она съемная, ее можно поставить и справа, и слева, в зависимости от того, где будет установлено кресло в автомобиле. В данном случае я поставил с вашей стороны, чтобы вам было видно. И эта накладка, она крепится на съемную площадочку. Вот такую вот она, с двух сторон одинаковая. Прям крепится на нее. Соответственно, и когда мы прикрепили в автомобиль, со стороны салона эта штука нам здесь не нужна. Мы, соответственно, снимаем эту площадку, и тем самым мы сильно экономим пространство в автомобиле. Производитель вообще в своем рекламном ролике заявляет о том, что можно поставить три кресла в автомобиль. Я, правда, не понял в ролике, какой это был автомобиль. Это похоже на какой-то мультиван. Там и так можно поставить. Но, во всяком случае, кресло получилось не широченное. По центру, если ставим все модели вот эти, нужно снять все со всех сторон. У нас получается тонкая боковинка. И она помещаться должна между двух сидений. Ну, надо пробовать. Не знаю. Реклама есть реклама. Так, соответственно, подголовник у нас регулируется тоже интересным способом. Смотрите, тут вот вращаем. И подголовник растет. Смотрите, очень большой диапазон. Это у нас уже целый трон получился. Вот так у нас регулируется подголовник. Естественно, вон это все происходит вместе с ремнем параллельно. Ткани, кстати, на ощупь такие нормальные, не раздражают ничего. Я не сказал, что они какие-то дорогие, там еще что-то. Обычная нормальная ткань, я думаю, особо потеть ребенок не будет. Производитель, опять же, заявляет, что гипоаллергенный материал. Ну, он сейчас, по-моему, везде практически такой. Так, кресло имеет крепление, система крепления Isofix. Пристегнули. Вот, и мы можем на этой площадочке немножечко наклонять. Наклон, естественно, в 2-3 категории сильнее не бывает, потому что ремень у нас уже взрослый, наклонились, ремень ушел на голову. Этого допустить нельзя. Поэтому это вот и будет наклоном, чтобы вы понимали, что это будет такое. Так, ткани можно стирать, снимать, стирать. Единственное, стирайте не больше 30 градусов, потому что если она сядет, вы уже ее обратно не оденете. Это будет беда. Так, что еще я вам не рассказал? В принципе, по большому счету, все, что хотел рассказать, рассказал. Новинка, на мой взгляд, достаточно интересная. Обычно приходится выбирать. Вот у компании Römer вот это есть, там у Cybex вот это, у Ricara вот это. Здесь все, что только есть у всех компаний, все технологии внедрены. Поэтому тут уже стоит подумать, почему бы не обратить внимание именно на эту модель. По посадке она абсолютно адекватная, нормальная посадка. Она не уступает, по большому счету, никаким другим европейцам. Ну, на мой взгляд, мы мерили. Отлично сидит ребенок. Тут как у Römer, видите, убрали подлокотники, чтобы не было возможности ошибиться с креплением. Ну, собственно, в угоду безопасности это и сделано. Так, в принципе, вот и все. Если что-то полезное для себя подчеркнули в этом обзоре, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это очень полезно для канала. И большое спасибо хочу сказать миру Автокресла за предоставленный BabySafe на обзор. А вам хочу пожелать удачи и всего доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо.